СПОСОБНЫЛИ 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 В конце концов, все можно так или иначе интерпретировать и даже применять. Он должен соблюдать, девятый пункт, пост, кстати, полезно и рекомендованно всем, даже не адептам, в частности, на одиннадцатый день пребывающей и убывающей луны. Десятый пункт. Он должен оказывать почтение дереву баньян, коровам, ученым брахманам и преданным. Сами должны понять, как датировать эти указания и применять к нашим широтам и условиям жизни. Есть и другие правила, скорее некие запреты, но духовно развивающие и для совершенствования необходимые и неуижимые. Продолжим в том же, так сказать, русле, уже выше принятом порядке. Однако приведем одну цитату из книги о тибетских учителях и о том, какое было правило на Тибете в взаимоотношении между учениками и учителями. Выбор учителя Тем, кто желает довериться руководству духовного наставника, ученые ламы строго рекомендуют проявить максимальную проницательность в выборе себе наиболее подходящего учителя. С точки зрения тибетца, ни эрудиция, ни святость, ни глубокие мистические познания еще не являются гарантией того, что советы ламы будут одинаково хороши для всех его учеников. Каждый из них в соответствии со своим характером должен быть направлен учителем по особому, только для него приемлемому пути, либо уже пройденному самим наставником, либо, во всяком случае, изученному им достаточно тщательно, что позволяет овладеть доскональным знанием этого метода. Кандидат на посвящение, как правило, готов следовать этому предусмотрительному совету. Разница между ним и безинициативным монахом, коих тысячи, огромна. Противоположность монаху, который с первых же дней, когда еще ребенком его отдали в монастырь, просто бездумно следовал направлению, намеченному для него его руководителями, равнодушно посещая классы монастырской школы и пребывая в неведении растительного существования. Так вот, в противоположности ему, будущий посвященный проявляет свое собственное активное стремление. Он отвергает легкое существование обычного члена Гомпа и отваживается сразу на двойной риск преодоления трудностей духовного характера и борьба с материальными затруднениями, то есть необходимость обеспечить возможность своего существования в местностях, быть может, слишком удаленных от его родных, где он мог бы пользоваться помощью родных и друзей, которые обычно охотно оказывают тем, кто облачается в монашеское одеяние. Примечание. Гонпа, санскрит Аранка, название тибетских монастырей. Как правило, в 20-летнем возрасте у молодого монаха появляется первое смутное желание покинуть монастырь. В отличие от западных мистиков, которые удаляются в монастырь по зову свыше, на Востоке первым следствием мистических тенденций является побуждение оставить монашескую жизнь и искать уединение в ските. Если к этому возрасту ученик уже достаточно крепок духом для принятия такого решения, то, конечно же, он может получить необходимые сведения и в зависимости от конкретной, преследуемой им цели, обратиться к ламе, ученики которого уже следуют тем же направлениям. Но бывают случаи, когда такой поиск вообще отсутствует. Первая встреча со своим будущим гуру происходит чисто случайно. Будущий ученик не только ничего не слышал об этом ламе, но у него вообще никогда и не возникало мысли посвятить свою жизнь религиозным целям. И тем не менее, все может измениться за один час или даже внезапно, и он вступает в тот таинственный мир, в котором поток сам прокладывает свое русло. Примечание. Конечно, использованное мною слово «случай» начисто отсутствует в лексиконе таких убежденных детерминистов, как ламаисты. Они рассматривают эти непредвиденные встречи и их последствия как результаты отдаленных причин, заложенных, возможно, еще в прошлых существованиях. Часто случается, что учитель рекомендует кандидату или даже уже принятому ученику перейти к другому ламе. Этот совет обусловлен тем, что учитель находит свой метод, не соответствующим индивидуальному характеру ученика. В других случаях гуру заявляет, что на основе откровения, зримого им в медитации, он обнаружил отсутствие каких бы то ни было духовных уз или психического сродства со своим учеником, в то время как последний психически близок другому ламе, к которому он и рекомендует обратиться ученику. Эти узы и сродства, которые, по мнению ламаистов, формировались в течение предыдущих жизней, совершенно необходимы для успешного развития ученика. Некоторым другим ищущим указывают, что они еще не готовы для вступления на мистический путь, и лама благожелательно рекомендует им избрать другое направление, как правило, подготовительное, и, наконец, третьи просто получают отказ без объяснения каких-либо причин. Принятию кандидата в ученики обычно предшествует длительная предварительная подготовка, состоящая из серии более или менее трудных испытаний. Отдельные гуру, в основном отшельники, превращают этот период в настоящую трагедию для ученика. Я уже упоминала об этом в предыдущей книге. Все вышесказанное требует, пункт 11, соблюдать особую духовную гигиену быта, то есть избегать оскорблений в преданном служении и при воспитании, воспевании святых имен. И одновременно, что особо трудно в наше время, пункт 12, не вступать в тесный контакт с непреданными. Особо в настолении подчеркивается, пункт 13, что ученик, достигший успеха, следуя первым 12 пунктам, может и сам стать духовным учителем. 14. Нельзя и практически недопустимо изображать из себя очень образованного человека, просто цитируя книги. К сожалению, этот грех нас, по крайней мере, не оставил. 15. Такой способ ученичества может отбросить тебя, ученик, порогу неведения, и ты вновь даже не будешь способен начать восхождение по пути знания, то есть своими мыслями все определяйте и познавайте. 15. Приобрев тем самым, если этого не делать, кармический узел, который всегда будет требовать разрешения какими-либо, каким бы либо ни были твои последующие его душа воплощения. 16. Это скорее предостережение, а не правило, угроза, за которой следует кара. 17. Более того, если ученик выбрал одну стезю, он должен идти только по ней, тщательно изучая необходимую литературу, не черпая лишних сведений из других источников. 17. Таковы, друзья, строгие требования индуистских вед. 18. Но если вы еще не ученик, хотя и расположены к ученичеству, я не думаю, мы не думаем, что все это распространяется на ваш способ жизни и деятельности, хотя не учитывать выше указанные пункты вам тоже нельзя. Из этого исходя и будут истекать последующие правила и предписания. 15. Речь идет все о том же наиважнейшем свойстве нашим, первоочередным и главнейшем для ученичества, равновесии ума даже во время величайших испытаний, связанных с материальными потерями и приобретениями. 16. Достигнув, благодаря всем вышеперечисленным пунктам определенных высот, ученик уже не подвержен скорби и иллюзиям, величайшим грехам, отягощающим нашу карму, и из этого следует все дальнейшее его поведение. 17. Он не смеется над другими видами религии и поклонений и не глумится над личностью Бога или его преданными. 18. Он не переносит оскорблений Господа и его преданных. 19. Он не обсуждает взаимоотношения полов и не занимается бесполезным обсуждением чужих семейных дел. 20. Все это позволит, пункт двадцатый, немысленно ни на деле не причинять боль другим живым существам, кем бы они ни были. Как видите, все вытекает из всего, все важно и особо первые три пункта. Не лишне все это знать, перечитывать и всегда быть готовым и открытым для духа. 20. Правда, это далеко не все, и существует еще не менее сорока четырех пунктов, которым нужно следовать. 21. Но это отдельный разговор и не вполне отвечает нами заданной теме, хотя и соответствует ей. 22. Субтитры создавал DimaTorzok 22. Субтитры создавал DimaTorzok